О том, что Россия на сегодняшний день, как российская цивилизация, как евразийская цивилизация, является главным и единственным очагом для подавляющего большинства наших народов. То есть башкир может быть башкиром на самом деле в полноценной, именно здесь. Там чуваш, якут, нагаец, именно здесь. То есть, например, если он переезжает туда же в Турцию, например, тот же сибирский татарин, например, он через поколение, на следующем поколении уже потеряет. Уже там нет возможности сохранять свою культуру в поколениях. И эта возможность, именно создание культурного очага, она находится именно здесь. И это мы должны с вами полностью осознавать. И здесь я бы хотел привести положительный пример маленького народа, буквально чуть больше 100 тысяч населения, это нагайцы. Вы посмотрите, какие у них паблики в YouTube-канале, насколько они активны. Я бы особенно отметил астраханских нагайцев. Юртовских нагайцев полностью пронизано патриотическим дискурсом именно про нагайский. То есть нагайцы, они видят свое будущее именно здесь, вот именно в этом культурном цивилизационном пространстве. И это на фоне того, что кто-то на Первом канале ищет там несуществующую лошадь и так далее, да, вместо того, чтобы формировать платформу против тех же идель реалий, или там того же Русла Найсина, да, блогеров, которые, откровенно говоря, уже переходят в определенную черту. Здесь мы должны с вами понимать, наверное, следующую уже такую миссию второго порядка, это наша просветительская миссия. Создавать порядок из информационного хаоса. И вот в этот хаос сейчас нас хотят погрузить, и мы видим его. Что для вас значит словосочетание «Нагайский мир»? Бесмилляхи рахмани рахмам. Это очень интересный вопрос, потому как мы астраханские Нагаи, это не только астраханские Нагаи. Нагайские степи – это от Дуная до Урала. И все это было Нагайской степей. Сегодня никто не претендует, чтобы вернуть какие-то там земли или территории. Нет, абсолютно нет. Просто мы должны знать свою историю, откуда мы произошли, кто бы такие в конце концов. Все-таки же мусульмане должны до семи колен поминать, и не только поминать, а знать. Вот мир Нагайцы – это очень был сложный мир и пространство географически, где они пребывали. И на сегодня мы откуда-то не пришли. Мы живем у себя дома, на землях своих предков, дедов, которые в Хазарии проживали так же. Это Хазарское государство было. И с 737 года, аль-хамду лилля, мы мусульмане, наши деды нам до сегодняшнего дня довели этот Истам, который сегодня мы бережем как зенит сока, потому как извне много желающих на этой территории бесценствовать, но мы этого, наверное, не должны допускать. Так что, нугай, как Путин в свое время сказал, русский этот, как старый кувшин, потрешь, там появится татарин. Не татарин появится, нугай появится. Вот я думаю так. Салон. Да, вам было. Лев Николаевич, мне очень интересно ваше мнение о том, где сейчас половцы, потому что тут существуют разные мнения. Исчезли они, не исчезли. Во что они притворились, где они живут и так далее. Как ваше мнение по этому поводу? Это вопрос совершенно ясный, потому что половцы вступили в войну с монголами, поддерживая противников монголов-меркидов, и тем самым поставили себя под удар. Монголы, конечно, их победили. И половцам, несмотря на русскую помощь, помощь южно-русских княжеств, а не северных, оказалось необходимым бежать со своей родины. Хан Котян увел 40 тысяч ебиток в Венгрию, и хотя в Венгрии его убили, ее приняли половцев очень скверно, но часть половцев осталась в Трансильвании. Другая часть половцев ушла из Венгрии в Никейскую империю, объединилась там с православными императорами и смешалась с конгломератом малазиатских племенов, но это небольшая часть. Значительная часть перешла. На южную Русь и смешалась южная часть, южной, так называемой, северской Украиной. И отчасти даже дала липецкая, липецких дворян однодвовцев. Опять-таки они служили в легких войсках, как легкая конница. Была какая-то часть половцев, которая приняла ислам, и после этого сменила название половцев на нагайцы и татары. То есть мы видим здесь воссияние единой системы, причем люди не погибают, а погибает только системная целостность. Лев Николаевич, ведь вот еще что, очень важная вещь для слова о полку Игореве. Там ведь Владимир-то Игоревич женится на Кончаковне. Половчанки славились своей красотой и на всем Востоке, и на всем Западе ставили. И поэтому вопрос о смешанных браках, он имеет прямое отношение к слову о полку Игореве, и к даже развитию сюжета слова о полку Игореве. Почему Игорь с таким почетом был встречен в плену. Вот, кстати сказать, мы находимся сейчас в залах исторического музея. Вот Андрей Боголюбский, его мать была половчанка. Андрей Боголюбский восстановленный Герасимовым по черепу. Так что это почти достоверный портрет Андрея Боголюбского. Здесь видны половецкие черты в нем. Вы совершенно правы. Я опустил это сведение и обстоятельства как общеизвестное, но вижу, что необходимо на нем заострить внимание. Дело в том, что русские 12-13 века абсолютно были чужды того омерзительного явления, которое называется расизм. Они не признавали никакой вазицы между людьми и не ставили себя выше в окрестных народах, а делили их только по вероисповеданию. И в течение 7 веков эта психология сохранялась. И только западные влияния, где расизм свил свое гнездо еще в 15-16 веке, вот оказал, начал оказывать влияние на мышление русских людей. И поэтому смешанные половецко-русские, торгско-русские, болгаво-русские браки – это были явлением повседневным. Братство народов и двойство их осуществлялось в те времена путем простой метизации при сохранении внутренних структур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова